Телеканал ГТРК и официальный спонсор показа фирменный салон «Аскона» представляют. Телевизионный проект «Камильфо». Евгений Тенетов. Главный редактор городского журнала «Плюс». Архангельск. Художник. Соучредитель некоммерческой организации «Футурист». 38 лет. Женат. Главный редактор глянцевого городского журнала «Плюс». Художник. Евгений Тенетов. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Наталья. Очень рада, что вы нашли время приехать к нам в Северодвинск. Я так понимаю, что у вас, правда, очень плотный график. Как доехали? Доехали очень хорошо. Меня привез друг на автомобиле. Было здорово и комфортно. Поездка была удачной. Да. Преодолел там, сколько у нас разделяет, 30 с чем-то километров? 37 километров. 37 километров. Чудесно. Чудесно. Ну ладно, замечательно. Чай у нас сегодня «Взбитель» называется. Ланж-кафе «Хайям». Чай осенний. Имбирь. Давайте сразу пробовать. Да. Имбирь, чабрец, лимон, мёд. Я думаю, что чай великолепный. Поэтому чайку... Согревающий. Да. И поговорим. У нас есть с вами нечто схожее. Совершенно случайно обнаружила, что вы тоже водолей. Да, это так. Смотрите, вообще водолеев называют людьми будущего. Люди странные, люди особенные, люди какие-то с творческими жилками. И не всегда их все понимают, потому что, ну, как говорят про них, что они живут на какой-то своей радуге. Как вам, как водолею, живется? Ну, наверное, в общем, с большинством характеристик согласен. Ну, что скрывать. Только что перечислили все мои ипостаси. Я действительно человек творческий. Ну, так получилось. Может быть, родители не очень этому рады. Но с этим уже ничего не поделаешь. В 37 лет что-либо кардинально менять в собственном формате, да, выбранном уже не хочется. Да и, наверное, вряд ли получится. Поэтому, да, человек творческий. А странный? Ну, кому-то, наверное, странный. Ведь, как бы сказать, всем мил не будешь одновременно. Кому-то нравится странное, а кому-то нет. Кому-то не нравится. Ну, ладно. Да. Наверное, не секрет, что главный редактор, это, в общем-то, особенные люди, которые, особенно те, которые, ну, на этой, наверное, немножко, может, неправильно скажу, не на этой должности, да, которые являются таковыми главными редакторами. Это особенные люди. И это, на мой взгляд, это невизитная карточка и недолжность. Скорее всего, что это 24 часа в сутки, это очень много потраченного личного времени, это авторитет, это ответственность, это риск, и, наверное, это, ну, определенная какая-то такая, творческая такая направленность. То есть, вот у меня, например, главный редактор складывается вот примерно из этих компонентов. Вот я бы хотела у вас спросить, что для вас главный редактор? Ведь смотрите, визитная, почему главный редактор не визитная карточка, не должность, потому что визитную карточку можно напечатать, и должность тоже можно получить. Ну, то есть, подсветится еще что-то. На ваш взгляд, компоненты какие у главного редактора? Ну, вы, так, более-менее все перечислили уже, но совершенно согласен, и это абсолютно так, относительно 24 часов в сутки. Ну, это касательно, на самом деле, любой творческой профессии. Человек творческий, он не может перестать работать. Он работает и во сне, и наяву, как говорится, да? Вот, поэтому это, как бы, нормальное состояние. И, на самом деле, я в этом не вижу проблемы, это большая ценность. Мне это нравится. То, что касается, именно, вот, как сказать, должности и работы ежедневной главного редактора, ну, я не знаю, я бы каких-то серьезных, больших таких эпитетов к этому не соотносил, потому что, ну, мы городской журнал небольшого российского города, и в силу того, что в России вообще практически полностью деградировала профессия журналиста, ее, можно сказать, не существует, поэтому и должность главного редактора уже не имеет такого статуса и ценности, как она имела, допустим, в 90-е годы, или даже в советские. То есть, там, как сказали, авторитет или что-то такое. Да, наверное, у меня есть какой-то определенный авторитет, наверное, и, наверное, есть какой-то определенный имидж, какая-то, не знаю, может, там, внутреннее общекультурное состояние мое, которое позволяет работать с текстами других, позволяет создавать контент и формат журнала. Ну, это не что-то особенное. Вот. Мы работаем в основном, не в основном, а только с внештатными авторами. У нас нет понятия редакции. Вот. Поэтому, знаете, такой классической формы, вот как мы представляем, редколлегия, или редакционная летучка, когда за большим столом собирается коллектив журналистов, главный редактор во главе стола, он раздает задание на день, или там, просматривает верстку, развешивает ее на стену, обсуждает. Этого ничего нет. Так что я большого какого-то, знаете, к себе серьезного отношения в этом смысле не питаю. Евгений, но ведь главный редактор, это всегда человек, который на пять шагов вперед. Вперед своей командой. И авторитет, да, про который я говорила, это авторитет у своей команды, потому что должность-то можно получить, но если ты по каким-то странным причинам не имеешь авторитета у своей команды, то и идти за тобой они не будут. Ну, конечно, да, я понимаю, да, и я, конечно, стараюсь быть в курсе и изучаю тенденции, связанные с досуговой журналистикой, с журнальной журналистикой, с тенденциями новейшими, какие мне доступны, так сказать, а доступны сейчас практически все благодаря интернету. Вот, и эти вызовы, которые издания подобного нам формата получают в последнее время, конечно, анализирую и пытаюсь как-то на них ответить и обойти, вот, работая с форматом и с контентом. Потому что, если мы сейчас посмотрим, то практически все федеральные, федеральные актуальные издания перетерпели серьезнейший кризис, и кризис редакционный в первую очередь, если, скажем, посмотреть журнал там, ну, условно, Esquire, GQ или какие-то подобные, там за последние два года сменилось, не один редактор сменился, да. Вот. Что, кстати говоря, вообще должность редактора, она очень молодеет. Вот, например, сейчас главному редактору журнала Esquire федеральному, там, по-моему, 25 или 23 года, это мальчик, по сути дела, по сравнению со мной. Но, возможно, что он круче меня. И это настораживает, на самом деле. Это настораживает. Да. Ладно, про контент журнала. Журнала. Смотрите, профессионализм главного редактора складывается из того, что он видит вообще продукт свой, да, медийный, любой. То есть это может быть jurnal, мы говорим вообще как бы, ну, в данном случае хорошо, пусть это будет как бы журнал. То есть профессионализм складывается из того, что главный редактор видит, понимает стратегию, видит свой медийный продукт. То есть чего начнёт и чем он закончит. У вас контент наполнения журнала. А, да, ещё. Ведь создавая контент, вот то, о чём мы с вами говорили, оперируя своими хотелками, например, создавать журнал, который нравится только мне, 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 это очень легко. Но ваша-то задача, ведь создать, наполнить журнал таким содержанием, чтобы он нравился многому количеству людей, и, собственно, которые отличаются от вас, не похожие на вас. Как вы подходите к контенту? И вот у меня еще один вопрос. Как вы выбираете обложку для журнала? Сейчас я постараюсь... Да, по очереди. По очереди ответить, да. Про выбор контента и про аудиторию. Мы, когда основали журнал, или выпустили первый номер, мы громко кричит, основали, в 2007 году, мы пытались делать то, что делают все. Делать развлекательное рекламное издание такого общего, какого-то вообще веселого характера. Ну что там, путешествия, косметика, мода, что-то такое. Ну, прозанимавшись этим года полтора-два, мы поняли, что мы просто топчемся на месте и не отличаемся от других. Ну, скажем, у журнала «Магазин» городского, Архангельского, который везде и уже тоже в Архангельске, они, скажем, в этом плане, наверное, эксперты, в плане, что в магазинах продают, такое, да? Рекламная направленность. Да, да, да. И, наверное, соревноваться с ними... Смысла нет. Не было никакого смысла, да. И в конце концов мы приняли решение, мне кажется, на данный момент абсолютно верное, стать городским именно изданием. То есть весь контент, который так или иначе, ну или по крайней мере 80% не считая рекламного содержания, должен быть привязан к городу, к Архангельску. Вот. Так или иначе. Либо же это... Но это должны быть материалы, не касающиеся, ну, таких каких-то хозяйственно-бытовых городских проблем. Потому что об этом есть другие издания, да? Об этом есть какие-то газеты, об этом есть какие-то сайты и так далее. Вот. Мы, конечно, издания в большей степени говорящие о культурном досуге или о том, что с этим связано. Вот. И вот именно такая городская заточка позволила нам найти свою нишу. Вот. И как бы... А выбор обложки тоже, в принципе, исходит из этого. На обложке у нас оказывается человек, который либо приехал в этот город, мы берем у него интервью, либо это какой-то городской, интересной редакции деятель... А, кстати, обложка у нас не продается. Деятель, с которым мы тоже говорим на... в том числе и на тему города. И, конечно, конечно, мы пытаемся, размещая фотографии, это всегда портрет. Всегда портрет человека. Как бы сказать, поработать с ним с точки зрения дизайна. То есть, как-то его подать дизайном, подчеркнуть его индивидуальность. Вопрос у меня тогда. Смотрите, журнал, понятное дело, что он же продается у вас. Его же можно купить. И доходы или прибыль от продаж журнала все равно можно понять в конце месяца, потому что журнал обычно живет как-то месяц. Потом появляется новый, например, номер журнала. Зависела ли... Зависели ли когда-то прибыль от выбранной обложки? Конечно. Только, наверное, замерить это можно не продажами в розницу. Так. Потому что все-таки 80% журнала распространяется бесплатно. Я знаю. Вот. А остальное продается в Роспечати еще в нескольких точках. Вот. Это скорее можно замерить на следующем номере, повысился ли интерес рекламодателя. То есть стало больше размещений. Ну и, конечно, социальные сети помогают. Это количество лайков, перепостов и так далее. Да. Причем интересный совершенно такой момент, мне кажется. Иногда кажется, что если разместишь какую-то звезду такую, всем понятную, это априори повысит статус и, так сказать, условное количество лайков под этой обложкой. или популярность журнала совсем не обязательно. Совсем не так. Вот. Совершенно может сыграть, например, интересное решение, дизайн решения, но персонаж будет, ну, скажем, нешироко известен. Угу. Вот. Это тоже может сработать. И вообще мы, как бы, давно уже поняли, что дизайн, так сказать, рулит, потому что сейчас очень визуально ориентированное общество. И, конечно, текст, к сожалению, ну, к моему сожалению, как человеку пишущему, решает далеко не все. Решает далеко не все. Далеко не все. Устали? Плохо спите? Проблемы с позвоночником? Тогда вам фирменный салон Оскона. Трансформируемая спальная система Ergomotion сделает ваш сон полезным и комфортным. Ergomotion это легкость в управлении, легкая и удобная смена положений, функция массажа разной интенсивности. Ergomotion движение, которое дарит жизнь. Фирменный салон Оскона. Спите на здоровье. Домбыто-северное сияние, второй этаж. Бархатный сезон в каждый дом. Мебельный салон Эспас дарит скидки 20% на весь ассортимент. Гостиные, спальни, детские прихожие, ортопедические матрасы любого размера. Спешите! Мебельный салон Эспас Железнодорожная 52. Южный для дома, второй этаж. 20% в каждый дом, только в бархатный сезон. Хорошо, тогда к постредактору. В каждом номере журнала есть эдакий навигатор. Ну, такое предисловие вообще к журналу. О чем журнал? Что там? Что вас беспокоит? И почитав вот эти постредакторы в ваших номерах журнала, у меня какое-то такое сложилось впечатление, что вы человек неравнодушный, который переживает за определенные вещи в городе Архангельске, за быт, за устройство, за жизнь города и за все. Вот смотрите, если не ошибаюсь, в ноябре 2014 года в постредакторе вашими же словами, цитата прям, что города стали враждебными людям, в них стало до невозможности противно и неинтересно жить, и у города пропала душа. А ваша душа что просит? Что вам не хватает в городе? Ну да, я и по-прежнему с 2014 года свое отношение к этому не изменилось. Это проблема не Архангельская или Северодвинская, это вообще проблема российской провинции в целом. Я поняла. Потому что у нас как бы столично-центричная страна, все упирается в Москву, а вообще страна по такому принципу как матрешки такой, то есть получается, что из деревни едут в район, из района в область, из области в столицу, а из столицы желательно в Лондон. В принципе, ну, каждому, особенно творческому человеку, ведь ему нужна реализация. А наши города провинциальные, к сожалению, эту реализацию предоставить практически не могут. Если человек уже там к определенному возрасту не нашел своей ниши. Поэтому мы наблюдаем такую катастрофическую утечку молодых мозгов. Например, у меня было, несколько было встреч с гимназистами архангельскими, там, из 11-ти классниками, да, и из целого класса, там, 25-30 учеников, только двое сказали, что после качания гимназии останутся в городе. Но вы это объясняете тем, что дефицит любви и денег. Правильно? Да, да, конечно. А это очень связанные вещи. Ведь у нас как-то принято, что родину нужно любить просто-просто, да? Вот как в гимне архангельска поется, мы любим тебя, архангельск, просто за то, что ты есть. А вот за то, что ты есть, любить очень сложно. Человек ведь по натуре своей, он, как бы сказать, по-хорошему эгоистичен, он хочет жизнь, ведь она одна, хочется реализоваться, в конце концов. А если то место, где ты родился, ну так уж получилось, не дает тебе этой возможности, почему ты должен, как бы, себя похоронить? Это, как бы, нормальное желание и нормальное стремление любого человека. Но это вовсе не говорит о том, что нужно, как бы, забить на этот вопрос. У любого российского провинциального города есть общая проблема. Например, для молодежи очень важен комфортный, интересный, многоплановый досуг. Этого архангельска, я не знаю, и мне кажется, что и Северинск, она тоже не предоставляет, да? У нас нет, совершенно, совершенно отсутствует интересное, активное общественное пространство. у нас нет нормально инкорпорированных город-зеленых зон. Нет достаточного количества интересных клубов. Малое количество очень событий каких-то происходит, да? Ну и так далее. Это можно очень долго перечислять. Это причины в этом самые разные. Тут можно целое социологическое исследование по этому поводу писать, на самом деле. Но немаловажно и немаловажно в этом действие и городских властей. Потому что я, например, точно знаю, что проблемами культурной урбанистики ни мэрия, ни областная администрация не занимается вообще никак. Более того, для них эти слова это просто какие-то непонятные мантры. Бывший мэр Архангельска-Павленко, я знаю, что его даже специально приглашали в институт урбанистики Стрелка в Москву. Он там служит какие-то лекции. Судя по всему, наверное, я представляю, я бы у него вызывала наверное только это раздражение, потому что пичкали какими-то непонятными терминами. Это очень крутой проект по большому счету. Александр Мамут вложил туда деньги, к нему пришли с этой идеей, ему показалось это интересно, где могут люди получать реализацию. Это очень крутой проект. Мы общались с ребятами со Стрелки и приглашали их сюда. Катю Гиршину, которая занималась проектом Стрелки в Калуге, они пытались сделать открытое пространство из бывшего музея Цилковского, скажем, на базе музея Цилковского. К сожалению, российская провинция отторгает подобные модернистские проекты. Как сюда привезти? Ведь вы говорите, да, вот в постредакторе, я когда почитала, я полностью с вами согласна, что нужно как-то замотивировать город, область, регион для того, чтобы сюда были какие-то вложенные инвестиции, правильно? То есть, чтобы сюда приехали какие-то люди, которые захотели здесь жить. У нас постоянно говорят об инвестициях, ну, таких прямых, условно говоря, давайте возродим там какой-нибудь лесозавод. Ага. Вот такие инвестиции, да, давайте заведем сюда Роснефть, она нам даст это, тогда у нас будет работать это и так далее. А в человеческий капитал никто не вкладывается. Чтобы людям, у нас все мыслится каким-то вопросом завода. Вот будет завод, вокруг него будет поселок, вот люди будут работать, будет столовая, будет клуб, будет жизнь. Нет, такого уже не будет. Это идеи индустриальной эпохи. Сейчас мы живем в постиндустриальной эпохе. Заводами времен первой пятилетки мыслить невозможно. Хорошо, ладно, тогда о дефиците любви. Смотрите, любовью нас сейчас вызывают все. Согласны? Ну да. То есть, какие-то, когда встречаются люди, например, я не знаю, там, девушки, я не знаю, между мужчиной и женщиной, все очень просто теперь ассоциируется с любовью. Хотя на самом деле это и является правдой. Отсюда может быть и дефицит. Ваш взгляд, ведь если присмотреться как бы, ну вот вокруг повнимательнее, да, и поскоблить немножко вот эту шелуху, когда люди все научились делать счастливый вид, почему я там должен быть, например, хуже, чем кто-то другой, на ваш взгляд, ведь всем сейчас не очень как-то хорошо. Что происходит-то? Почему людям не хватает любви? Ну, причин, ну, причин, конечно, очень много, вопрос глобальный вообще. Ну, так. Ну, во-первых, продолжая тему, мы теперь живем в постиндустриальном обществе, коллективного восприятия реальности больше нет, мы все в гаджете находимся, каждый в своем, каждый в своем. Это хорошо? Ну, это так. Я вообще не сторонник того, чтобы дискутировать на тему того, что уже как бы фактически случилось и мы изменить не можем. Вот все эти бредни по поводу того, что СССР была самочитающей страной, а мы сейчас там не читаем, это, ну, это можно бесконечно об этом говорить. Это не изменить. Это нормальный такой вот, он не нормальный может быть, но это процесс развития общества. Оно так двигается. Почему умирают газеты, почему умирают журналы, почему нынешний кризис сейчас это все добьет. И нас, наверное, тоже добьет, скорее всего. Вот, потому что так развивается общество, так развивается и экономика. Вот. И, конечно, это все, ну, вот я недавно общался с лидером группы Макзавреби, такая грузинская группа есть. Я посмотрел в журнальчике. Да. Он мне сказал такую вещь, я его спросил о том, что вот, как русско-грузинские отношения, вот сейчас опять какое-то потепление и все вроде нормализуется, но, тем не менее, в мире вон, что происходит, да, все друг друга бомбят и так далее, и тому подобное. С большим удовольствием, причем, он сказал, что в мире наступила не холодная война, а всеобщее похолодание. Вот, мне кажется, вот это очень точная такая из уст эмоционального грузинского певца тема, потому что, ну, действительно, вот в связи с этим вот как-то общей цифровым отстранением людей друг от друга наступило действительно общее похолодание, поэтому нет любви. Хорошо, спрошу немножко по-другому. Ведь любовь, это, в общем-то, одна из основных потребностей людей. И, наверное, нет ни одного человека, который не хотел бы быть любимым. Вы, для вас любовь, вот именно для вас, это что? Ну, любовь, она, конечно, в целом, по большому счету, она одна. И, как человек, ну, как христианин, я бы, наверное, ответил, потому что любовь – это бог. Вот. Но на самом деле, она выражена, конечно, в самых, в самых, в самых, от самых мелких вещей до самых глобальных. Вот как этот чай подан, да, я могу сказать, что он подан с любовью. Подан с любовью. Вот. А то, например, как относятся городские власти к своим горожанам, это не любовь. Вот. Это… не скажу, что. Устали? Плохо спите? Проблемы с позвоночником? Тогда вам фирменный салон «Оскона». Трансформируемая спальная система «Эргомоушн» сделает ваш сон полезным и комфортным. «Эргомоушн» – это легкость в управлении, легкая и удобная смена положений, функция массажа разной интенсивности. «Эргомоушн» – движение, которое дарит жизнь. Фирменный салон «Оскона». Спите на здоровье! Дом быта «Северное сияние» – второй этаж. Бархатный сезон в каждый дом. Мебельный салон «Эспас» дарит скидки 20% на весь ассортимент. Гостиные, спальни, детские прихожие, ортопедические матрасы любого размера. Спешите! Мебельный салон «Эспас» – железнодорожная 52. Южный для дома – второй этаж. 20% в каждый дом только в бархатный сезон. Помимо главного редактора журнала, вы еще художник. В 2012 году у вас состоялась выставка, которая называлась «Свои люди». Правильно? Да, это после долгого перерыва. Да, из аннотации, значит, из статей, да, как бы и отзывы об этой выставке говорили о том, что ваша графика, графика Тинетова – это лирика, но не возвышенная и не какая-то там пафосная, да, а наоборот такая мужская, приправленная каким-то мужским ехидством, цинизмом и романтизмом. Вы в жизни ехидный человек и циник? Ну, верно. Как такой замечательный русский писатель Анатолий Марьингов говорил, что самые романтичные люди – это циники. Вот, потому что это, как бы, тонкость души заставляет их так защищаться. Не знаю, насколько это… Ну, это реакция на жизнь, иначе не выжить. Ну, вот смотрите, если, например, почитать ваш пост, вот этот пост-редактор, вот этот маленький такой навигатор, да, то есть в каждом журнале, у меня сложилось такое впечатление, что вы, например, в одном журнале пишете, что, ну, такое впечатление, какое-то такое настроение, что все плохо, выхода нет. Вот надо бы подумать об этом. В следующем, например, номере, так может и выход-то и есть, и ничего тут вроде страшного. Вы вообще… У вас меняется настроение в соответствии? Конечно, меняется. Во-первых, я пытаюсь ведь… То есть перепадности. Я же, как бы, пытаюсь немножко манипулировать читателем. Но мне-то ведь кажется, что люди читают каждый номер. Я, как бы, такой сериал определенный пишу. Я, как бы, с ними общаюсь. Это не так, конечно. Деятельность любого человека творческого – это иллюзия определенная. Мне кажется, что меня читают. Вот. И поэтому я таким образом, как бы, сдержки и противовесы. Знаете, такая, как бы, игра такая, что, дескать, ну, погрустили, потом взбодрились. А потом взбодрились. Да. Ну, то есть, есть люди просто ровные. Я почему спрашиваю, что вы тоже эмоционально, как бы, на эмоциональном форме? Это и для меня характерны. Да. Для Баталеев. Да, да. Абсолютно. Хорошо. По отзывам с этой выставки понравилась серия работ «Путь женщины». Как это называется? «Жизнь женщины». «Жизнь женщины», которая была разделена на четыре вехи. Правильно? Там, значит, юность, первая любовь, материнство и первые страхи. И была там такая строчка, значит, в аннотации, очень мне понравилось, что о чем думает женщина, вообще вдохновляет очень многих, да, художников. И, судя по отзывам женщин, которые пришли на вашу выставку, поглядев на ваши, значит, картины, они решили, что вы нашли ответ на этот вопрос. Я хочу вас спросить, о чем думают женщины? Вы уже поняли все про нас давным-давно или что? Нет, конечно, ничего не понял, и это маленькая такая серия, всего из четырех работ, серии это назвать сложно. Вот, это квартет такой получился. Это скорее такой поиск, попытка понять. Ни в коем случае я ничего не понял, продолжаю, и продолжаю не понимать. Вот. Мне кажется, что в этом и кайф, вообще общение мужчины и женщины, что все непонятно. Если понял, ну в чем же тогда дело? В чем загадка-то? Да зачем, тут нечем заниматься вообще. Ну ладно. Вам нравится работать с женщинами? Или вы предпочитаете работать? Просто я знаю, что у вас в команде как бы есть много девушек. Вообще, так получается, что у нас, наверное, в редакции, вообще вот в первой студии, которую журнал издает, большинство женщин. Ну, это вообще характерно для профессии, для нашей, в рекламе, в журналистике. Большой процент женщин. Да, мне в принципе нравится, мне кажется, что я как-то, как-то умею. Ну, они, наверное, по-другому считают. Хорошо. Они, наверное, по-другому считают. Ладно. Хотел еще, последний вопрос задам, и потом, как у вас в журнале принято, анкета просто, я вам задам несколько вопросов. Хорошо. Попросту. Вы уж сами ответите, а то у вас в журнале есть. Ни разу не отвечал. Вот. Да. Точно. Смотрите, последний вопрос вот какой. Опять же, вы сказали о том, что 23 февраля и 8 марта вы считаете два безумных половых, отличающихся по половым признакам праздника. Да. Значит, 8 марта – это день феминисток, а 23 февраля – это день Красной Армии, который создал Троцкий, в который сейчас уже никто и особо не служить не хочет, а следственно не хочет быть защитником отечественного, а следственно не хочет быть мужчиной. Я, наверное, давно писал, сейчас опять хотят. Но вы же писали. Да. Раз сериал, значит, должны помнить. Серия, предположим, там 21-я, да. Помню. И вообще вы предпочитаете эти праздники проводить лежа на диване за просмотром фильма с бутылочкой сухого. Да. Правильно? Правильно. Да. Вообще, ваш любимый праздник какой? Мой любимый праздник. Вы все праздники проводите, хотели бы проводить на диванчике с бутылочкой сухого? Не, не все. Не все. Какой любимый? Ну, мне, как любовный, наверное, более-менее здоровому человеку нравится Новый год. Он не может, не нравится. Вот. А как творческий человек, вот наступил Новый год, например, 31-й, по свистку вы можете веселиться? Может, вам не весело 31-го, а весело 29-го? Не всегда. Не всегда. Мне не нравится вот эти 11 дней, которые после Нового года. Скучно. Я их ненавижу просто. Если никуда не уехал, то все, пропало. Пропала 11 дней в вычеркнутой жизни. В вычеркнутой жизни. Еще один момент, вот в этой, в вашей цитате, которая про поводы праздников. Значит, так как у вас не получается проводить так праздники, мы продолжаем обмениваться с мимозами и галстуками. Нет, я, конечно, понимаю, что 8 марта – это день феминисток, и вы как-то к феминисткам относитесь не очень хорошо. Ну, как-то, мне кажется, галстуки подороже, чем мимозы. Нет? Ну, да. Что-то как-то с мимозами-то. Вообще, женщины, мне кажется, больше любят праздники, и они любят дарить подарки больше, чем мужчины. Да, это правда. Мне кажется, они удовольствия больше получают. Больше получают удовольствие, мужчины, они как бы немножко, они подарки дарят со смыслом. Ну, как бы вот, я тебе подарил, а ты уж там что-то такое будь добра потом. Вот, женщины как-то нет, они просто из любви. Да, они все. Потому что такие более духовные существа. Спасибо. Очень приятно хоть о женщинах, а то мимозы, мимозы. Ну, ладно. Анкета просто? Да, поехали. Поехали. Где бы вы хотели жить? В Барселоне. Главный недостаток ваш какой? Лень. Лень. Что больше всего цените в друзьях? Много всего, но, наверное, все-таки ум. Какой ваш любимый цвет? Синий. Ваш любимый литературный герой? Пусть будет Алексей Турбин. Хорошо. Любимое слово? Элегантно. Не любимое слово? Не элегантно. Что для вас есть наивысшее счастье? Дети. Отлично. Евгений, у нас сегодня получился какой-то такой разговор. Главред, кто ты? Я думаю, так и будет. Я думаю, что да, мы немножко поговорили, думаю, что разговор сложился. Я благодарю вас за ваше время. Было очень здорово пообщаться. Еще бы хотелось немножко побольше, но так как мы ограниченны во времени. Поэтому я желаю вам творческих успехов. Другими глазами посмотреть на 8 марта и обмениваться уже не мимозами. И удачи. Спасибо вам огромное. Вам тоже. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»!